В Бресте по случаю столетия системы Министерства труда и социальной защиты прошло праздничное мероприятие. Гостей и участников встречали на выставке, посвященной работе социальных служб города в самых различных направлениях. Друг наших последневных задач довольно-таки широк. Это адресная поддержка семей, которые воспитывают детей, содействие занятости населения, обеспечение безопасных условий труда, контроль в сфере выплаты, заработной платы, обширные социальные программы, социальная помощь населению, а также пенсионное обеспечение. Это даже не полный перечень тех задач, которые мы решаем повседневно. Право на труд и социальную защиту – главные постулаты нашего общества. Только в Бресте на страже интересов граждан в сфере социальной защиты стоят порядка 400 сотрудников. Сегодня в эту систему входят управление по труду, занятости и социальной защите и его структурные подразделения, а также два территориальных центра. Именно по их работе люди судят о государстве, в котором живут. Грамот и благодарственные письма – лишь малая часть признания заслуг социальных работников. Слова благодарности звучали от руководства города, депутатского корпуса, общественности. Чтобы вы не выгорали на рабочем месте, чтобы вы черпали какое-то новое вдохновение с вашей ежедневной работой и всегда были на самом таком высоком постаменте и гордились тем, что вы являетесь работниками социальной сферы. Подобрать такую трудную жизненную ситуацию, в которой у нас есть отдельные люди, подобрать те нужные слова, чтобы их поддержать и как-то придать жизненные силы этого дорогого стоя. Сегодня в зоне внимания социальных служб много направлений, а среди подопечных – люди всех возрастов, от малышей до стариков. Среди них 76 тысяч пожилых брещан. Социальную помощь на дому получают 744 человека. Моральную и материальную поддержку – 490 ветеранов Великой Отечественной войны и 3,5 тысячи многодетных семей. Занимаются сотрудники социальной защиты вопросами содействия трудоустройства граждан и переподготовкой кадров, вопросами поддержки детей с особенностями и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На нашем учете стоят 55 тысяч жителей нашего района. Это, в общем-то, немало и в то же время немного. И ежегодно мы проводим обследование категории одиноко-одинокопроживающих, а также все те, кто к нам обращается за помощью, мы также учитываем все их запросы и выполняем их. Социальной службе Бреста сегодня есть чем гордиться. Вниманием и заботой охвачены самые маленькие брещане. Сотрудники центров соцобслуживания приезжают к ним домой, чтобы подарить не только подарки, но и праздник. Вторую молодость вместе с новыми знаниями получают в Институте третьего возраста горожане старше 60 лет. Проект получился настолько интересным и перспективным, что этот опыт теперь востребован далеко за пределами Бреста. За каждой новой инициативой, акцией или мероприятием – каждодневная работа. А еще люди, умеющие сопереживать и помогать. Наши социальные работники, а мы их называем социальными феями, кроме того, что оказывают социально-бытовые услуги, они порой и очень часто заменяют самых близких людей нашим подопечным. Сегодня у нас более 300 человек находятся на социальном обслуживании на дому, еще порядка 30 тех, у кого сегодня есть сиделка, а вообще тех, которые получают постоянную социальную услугу, более тысячи. И всех граждан нашего Ленинского района мы хотим обнять своим теплом и вниманием. И, конечно же, только сплоченный коллектив, только коллектив, нацеленный на общую цель – это подарить радость и тепло, и заботу. Людям может решать такие непростые задачи. Случайных людей в социальной сфере нет. Для каждого из сотрудников работа с людьми – это часть жизни, потому что делиться душевным теплом – особое искусство. Человек, если приходит на работу, и видно сразу, что он работать не будет. И через какое-то время он, да, он увольняется, уходит, потому что это тяжело. Я не скажу, что приходят плохие люди или что, нет. Просто вот по характеру. Надо быть мягким, отзывчивым, добрым. Терпение, выслушать человека, потому что иной раз человеку не надо, что ты ему что-то сделала, а надо, чтобы ты его выслушала, поговорила. Он тебе расскажет, ты можешь ничего не говорить, просто слушать его. Он будет говорить о своих проблемах, о болезнях. Выслушаешь ты его, ему легче уже от этого. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.